У нас мотоблок на вот таких колесах. Они очень маленькие и легкие, поэтому будем ставить грунтозацепы. У нас есть вот такие грунтозацепы. Они отлично работают по тяжелой твердой почве. Грыбут они хорошо, не буксуют ровно, прямо, но есть у них существенный недостаток. Так, сильно трудно развернуть их в конце рядка. Вот эти шипы сильно длинные, они залазят в почву глубоко, и развернуть мотоблок большая проблема. Если бы были разблокираторы, конечно бы, было бы гораздо проще. А так придется их укоротить наполовину, наверное. Вот и мы сделали себе вот такую вот картофелекопалочку, вибролапа, или утиный хвост ее еще называют. Пока еще не красили, выехали на огород испытать. Если будет все удачно, разберем, покрасим. И если кого заинтересует эта конструкция, мы тогда сделаем подробный обзор. Сделаем ролик отдельный и расскажем, с чего и как мы ее собирали. Поставили грунтозацепы, они утяжеленные, 30 килограмм каждый. Я думаю, будет лучше копать, чем на резиновом ходу. И еще, наперед мотоблока нужно груз. У нас вот такие вот есть блины, всего в общей сложности 50 килограмм. Тогда легче управлять мотоблоком, и он устойчивее идет по почве. Вот такая вот конструкция. Настроили глубину, докопали рядок. Порезанной картошки нету, вся целенькая. Давайте посмотрим, все ли копает оно. Земле чисто. Выкапают все. Дождей не было, урожай не сильно хороший, но какой есть. Продолжение следует... Подведем итоги Копает хорошо Но сильно трясет Из-за больших оборотов Но эту проблему можно решить С помощью шкивов Об этом будем думать зимой А сейчас продолжаем копать Всем пока! До новых встреч!